Спасибо, Оля. По ночам плюс 5-6 градусов тепла, и дождь будет идти каждый день. Именно на том и стоим. Добрый день, Мария Армас, программа «Усы, лапы, хвост». У нас, как всегда, в студии мои коллеги, ветеринарный врач клиники «Веттерритория» Александра Пьянова. Саша, привет. Привет. И Ярослав Рюмин, директор по научным коммуникациям «Роял Канины» и ветеринарный врач. Добрый день. Ну что, я вас поздравляю, потому что сегодня день ветеринарного работника «Россия». Ура! Да, ура! Мяу! Мяу! А тут же сразу хочется спросить, какая главная проблема и трудность работы ветеринарным врачом в России? Есть ли какая-то специфика? Внезапно. Потому что принято в праздничный день поднимать проблемы. Обсуждать проблемы. Именно в этот день на проблемы обращают внимание, а в другой день могут не заметить. Наверное, если говорить глобально, то вот эти все наши сложности и невозможность работать с медицинскими препаратами, при том, что других у тебя нет, что какие-то проблемы с поставками импортных препаратов, которые не разработаны и не выпускаются у нас, это, наверное, проблема бездомных животных, это проблема ответственного отношения со стороны владельцев, которые довольно часто затягивают, ну, собственно, до последнего, дальше им совестно принимать это на свой счет, и, в общем, дальше начинаются какие-то очень длительные болезненные пути лечения. Так, Саша, но мы именно с этим и боремся, облегчая жизнь ветеринарным врачам, просвещая население в области животных. Да, я бы еще, наверное, добавил еще высокую загрузку, поскольку ветклиник недостаточно, и действительно к врачам достаточно сложно попасть. Часто бывают очереди большие, и врачи... Ну, а кроме того, собаки и кошки не смогут вам ответить, что у них болит, в отличие от людей. И ветврачу необходимо правильно поставить диагноз, и... Для этого нужно постоянно учиться. Постоянно, постоянно учиться. Ну, я вам надо сказать, это те люди, которые каждый день ходят на работу с огромным удовольствием. У них не существует понятия «Ура, пятница!» Да. Ну и вообще ветеринарные врачи, правда, это вот те люди какие-то такие особенные. Мне вообще врачи кажутся особенными людьми, а вот ветеринарные, которые пошли работать с животными, да. Когда они пошли в ветеринарную академию, сто процентов они были романтиками. Ну, светлого романтизма в этой профессии, и пусть животные меньше болеют. Мы, кстати, сегодня позвоним, в общем, наша встреча здесь состоится, да, она уже идет, наша встреча. Мы хотим позвонить депутату Владимиру Бурматову и сегодня поговорить о законе об ответственном обращении с животными. Я, насколько понимаю, Ярослав, этот закон принят, но есть всякие поправки, которые сейчас решаются, обговариваются в Государственной Думе. Вот об этом, в принципе, мы хотим и поговорить. А давайте перед тем, как позвоним Владимиру Бурматову, просто немножечко разовьем эту тему. Какие вообще главные проблемы у закона об ответственном обращении с животными? Ну, на мой взгляд, если да, вы позволите, самая большая проблема в том, что закон есть, как Дед Мороз. Закон есть, но никто его не видел и не знает, как он исполняется. Про то, что, ну, все-таки животное является частной собственностью его владельца, и поэтому, что хочу со своей частной собственностью, то и делаю. Ну, так-то, по-хорошему. Дальше нет каких-то критериев оценки этого жестокого обращения. Ну, то, что для меня кажется жестоким, например, для Ярослава кажется совершенно нормальным. Ярослав, конечно, так не понимает. Я сейчас посмотрел, Саша, на тебя. Условно, да. Но действительно непонятно, что значит жестокость. Вот у соседа собака, и сосед ее поколачивает. Да, он ее, например, наказывает. Но он считает, что он ее наказывает, потому что она там не выполняет каких-то его требований и считает, что это нормально, и она начинает лучше слушаться. А мы считаем, что есть другие методы воспитания, и поэтому это жестокое обращение. Но тогда вопрос, где действительно грань жестокого обращения. Вы вышли, сосед гуляет с собакой, и, допустим, я сейчас скажу ужасную штуку, но чтобы, например, было понятно, ну, я не знаю, там как-то ее пинка дает, допустим. И это вообще что? Жестокое обращение с животными или это часть его воспитательного процесса? Ну, в рамках, наверное, его самого воспитания, наверное, проблема. Но это вряд ли будет, мне кажется, классифицировать как жестокое обращение. Хорошо, что тогда жестокое обращение? Это когда у животных травма, например, появляется? Травмы, истощение, наверное, ну, выбрасывание их, привязывание. Ну, вот сейчас заканчивается дачный сезон, и сейчас снова начнется волна, когда люди, оставляя животных, просто привязывают их к забору, чтобы они не бежали за машиной, чтобы не плакали дети, обрекая их тем самым на, в общем, да? Саша, ну, мы уже понимаем, насколько это сложная тема. Ты привязала собаку, животное к забору, ты поступила жестоко уже здесь. Если, в общем, понимаешь, что ты бросаешь ее, и что можно сделать, как вообще можно воздействовать, а потом второй вопрос появляется, куда отвезти этого животного, а места в приютах нету, например, да? Ну, то есть какой-то целый огромный-огромный комплекс проблем. Огромный класс, да. Ну, и, в принципе, куда идти? Ну, предположим, вы видите каждый день, что собаку там у вас за забором, забор прозрачный, вы видите, что ее там бьют или не кормят, или кормят ее раз в пять дней. Она худая, как велосипед. Куда идти? К кому? К участковому нужно подойти. Что он должен сказать? Вы куда-то должны написать заявление, там, какого-то ответа официального ждете? Ну, какая механика? И вообще, кто этим занимается? Полиция или какой-то специальный комитет? Совершенно непонятно. Исполнительные органы, да, кто это? Это вы затронули только маленькую часть, которая касается именно жестокого обращения. А если мы коснемся ответственное, безответственное, что можно, что нельзя, что обязан делать? Ты про регистрацию сейчас, да, которую хотят ввести? Например, регистрация раз, но владелец обязан предоставлять качественную территорию помощь для... Давай начнем с самого простого. Чтобы мы понимали, что владелец обязан, надо еще понять, что он владелец, и что его собака зарегистрирована. Я правильно понимаю, что Владимир Бурматов сейчас предлагает историю и регистрации в том числе. Но мы у него спросим, но в любом случае регистрацию предлагают. Регистрацию предлагают, да, регистрация предлагает. Вопрос там, конечно, обсуждается по тому, кто будет регистрировать, как будет идти эта база данных. Хорошо, а я еще представила, представь себе бабушку, которая подобрала окошко на улице, и тут на нее сваливается закон о регистрации, а если вы не зарегистрировали, то надо еще заплатить штраф. Всех бабушек как-то обязали иметь медицинские электронные эти карточки? Ну, то есть это же реальная история, да, вопрос просто желания и, ну, как бы, правильной интеграции. Да, если мы хотим что-то изменить в лучшую сторону, то придется принимать эти правила. И регистрация здесь, ну, это... Мы должны делать что-то, что не делали до этого. Это благая, наверное, инициатива, которая позволит, ну, по крайней мере, определить, сколько животных вообще у нас содержится. Добрый день, а если владелец не управляет своей собакой, которая бросается на людей, тогда обращаться куда, спрашивает наша слушательница. Вот с другой стороны вопрос, Анастасия. Ну, да, это, наверное, здесь... Ну, в любом случае, да, в МВД, насколько я знаю, на данный момент. Да, потому что это уже вред, нанесенный человеку. Анастасия, ну, я бы еще обратила внимание, что здесь вы как человек, как существо разумное понимаете, как может действовать закон. А представьте себе собаку, которую просто где-то привязывают. И вот у нее как раз вариантов вообще никаких. Я знаю, что у нас уже на линии есть Владимир Бурматов, и мы после рекламы начнем наш разговор. Так, у нас там минуточка. Ну, вот уже у нас есть вопросы по стерилизации. А? Да, я говорю, дальше можно даже не подключаться. Хорошо бы он успел что-нибудь рассказать. Ну, в смысле времени, как бы сейчас останется только на его краткий ответ. Ну, по крайней мере, да, там может что-то, ну, как... Про стерилизацию, да, ну, это, ну, вот это одно из другого. Вытекает и вышагивает, да, регистрация, жестокое обращение, да, поэтому. Ну, нам надо как-то так кратко и емко задать ему вопрос. Ну, наверное, про механику. Куда идем, кто за это отвечает и что является жестоким обращением? Ну, то есть, как оцениваются? Ведь на любом уровне люди должны понимать. Кто, если жестоко обращаются, куда обращаться? Ну, то есть, вот изначальную такую отряду, которую планировали сейчас тогда. Тема, конечно, бездонная совершенно и про регистрацию, и про стерилизацию. Усы. Лапы. Хвост. И у нас на линии Владимир Бурматов, председатель Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды. Владимир, добрый день. Да, здравствуйте. Спасибо большое, что к нам присоединились. Я знаю, что вы уже услышали концовочку вопросов, которые задавали наших слушателей. Но давайте начнем про закон об ответственном обращении с животными. Насколько я понимаю, закон об обращении принят, но есть какие-то доработки, которые сейчас проходят обсуждение. Правильно я понимаю этот процесс? Ну, этот закон он принят, он принят достаточно давно. Как и любой закон, в него вносятся поправки периодически. И в этот закон, в том числе, они будут носиться в части, например, запрета продажи животных через так называемые птичьи рынки. И зоомагазины. Возможно, еще какие-то поправки будут. Но самое главное, что мы получили, наконец-то, спустя, если мне не изменяет память, 8 лет, по-моему, он лежал в Госдуме, пока мы его не реанимировали. Мы получили базовый федеральный закон, который защищает и животных, и людей. Потому что до этого у нас по законодательству российскому животные были вещью, и отношения там регулировались только гражданским правом. Ну, то есть животные это было типа шапки, перчаток или сумки, носков. И точно так же, как с шапкой или перчатками, с ними можно было делать все, что угодно. Владелец смог их уничтожить, выбросить, передарить и так далее. Сейчас, я считаю, главное достижение того закона, который принят и который вступил в действие, это то, что животное признано существующим, разумным, способным испытывать в том числе боли и страдания. А значит, в эти деяния установлена соответствующая ответственность, вплоть до уголовной, до 5 лет лишения свободы, по 245 ст. Уголовного кодекса жестокое обращение в животных. Хорошо, а вот тогда такой вопрос, что считается критерием этого жестокого обращения? Мы сейчас с моими коллегами Александр и Ярослав еще в студии решали как раз, если сосед жестоко обращается с животным и как-то его избивает. Где критерии, что да, это подпадает под закон, а вот это вот, например, не подпадает? Нет, но если он его избивает, то попадает в любом случае. Но это все равно, что, знаете, вы будете рассуждать, а если избивают на улице человека, вот, что попадает, что является преступлением, а что нет, то любое избивает человека. Хорошо, смотрите, я увидела, что с собакой плохо обращаются, и я куда иду? Какой механизм этого исполнения? В полицию писать заявление? Вы идете в полицию, конечно, пишите заявление по статье 245 Уголовного кодекса жестокое обращение с животными, и возбуждается уголовное дело. А сейчас дополнительно будет введена еще административная ответственность за это, потому что под уголовную ответственность, например, несовершеннолетние преступники не попадают, это особенность нашего уголовного закоподательства. Но, тем не менее, наказывать их все мало, тем более, что преступления в отношении животных очень часто совершаются малолетними, поэтому это будет предусмотрено в административном кодексе. Владимир, смотрите, за совершением, ну, я не знаю, для того, чтобы закон соблюдался, кто следит, полиция или есть какой-то комитет, который занимается проблемами животных? Есть, значит, у нас несколько структур, которые следят за исполнением этого закона. Полиция следит в части жестокого обращения и того, что связано с этим. У нас есть Россельхознадзор, который может проверять правила содержания животных и у него своя подлинность. Есть Росприроднадзор, там этот закон распространится на ряд животных, которые проходят уже по линии этого ведомства. Ну, а также муниципальные региональные власти в части организации правил выгула, значит, обустройства площадок и прочего-прочего. То есть здесь, на самом деле, закон достаточно всеобъемлющий, поэтому и называется базовым федеральным законом, потому что он, собственно, является собой нового отрасля законодательства, которой раньше в России не было, у нас вообще не было законов, защищающих животных. А смотрите, Владимир, тут получается очень громоздко, то есть есть и Россельхознадзор, который проверяет условия, при которых живет животное. Куда обращаться, когда ты увидел это жестокое обращение, но к кому изначально обращаться? Не очень понятно, вот потребителю, да, чтобы это просто было, несложно. Мне кажется, я же, ну, так конкретно ответил. Если вы стали свидетельцем жестокого обращения с животным, а это прописано очень четко в законе, это не только избиение, там, и садистские действия, или, там, убийство, или, там, расчленение. То есть полиция? Это если животное морят голодом или даже оставляют без ветеринарной помощи, надо идти в полицию, конечно, писать заявление, это уголовное преступление. А если это, там, кто-то живет в квартире и содержит, там, 50 кошек на одном квадратном метре, ну, условно, конечно. Это отдельная история. Здесь уже нарушение санитарных норм. Это проверяет Роспотребнадзор. Это, ну, что называется, лечится, потому что, вот, обычно там и людям нужна помощь, потому что они уже не очень хорошо себя чувствуют. И животным нужна помощь, потому что их надо срочно в приют помещать. У нас недавно была такая история. В Москве бабушка начала, значит, с девятого этажа кидаться кошками в прохожих. Ну, ее отвезли в известное учреждение, а кошек мы там потом пристроили. Этим занимается Роспотребнадзор. Надо написать туда обращение или позвонить. Они сделают замеры соответствующие, там, если это кошки, то по аммиаку, как правило, делаются замеры. Если это собаки, то по децибелам шума, по превышению, конечно, уже принимаются меры. Ну, в общем, это история про Роспотребнадзор. Давайте-ка немножко поговорим про регистрацию животных. Как вы видите этот процесс? Ну, к этому процессу мы придем. Я выступаю за то, чтобы приходить к нему поэтапно. Ни в коем случае он не должен стать финансовым обременением для граждан, это первое. То есть я выступаю за то, что регистрация животных должна быть бесплатной. Их постановка на учет должна быть бесплатной. Потому что в противном случае это приведет только к массовому избавлению от питомцев, если это будет стоить денег. Потому что у нас в России своя традиция владения животными, в отличие от других стран, где это регламентируется очень серьезно. Этих животных надо покупать, еще и просто так не купишь, еще и будешь налог какой-нибудь платить. Но все-таки по-другому. У нас есть бабушки, у которых в деревнях живет по 15 кошек. Надо им сказать спасибо, что они этим кошкам дали кровь и приют у себя, и кормят их. И никакими налогами их облагать никто никогда не будет. У нас никогда не будет налога на животных, это исключено в России. И также регистрация должна быть бесплатной, чтобы эта бабушка принесла всех своих кошек, их внесли в базу. Заниматься этим будет Росельхознадзор также. А при этом они вот чипированы, я прошу прощения. То есть она должна их принести, их же как-то должны обозначить? Значит, регистрация делится на две процедуры. Учет и идентификация. Учет это, соответственно, внесение в базу данных информации о кошках, о владельце, ну, или собаках, на больших свинках, без разницы. А владельцы этих животных, значит, там, паспорт, ветеринарные прививки и так далее. А идентификация, с моей точки зрения, должна оставаться на выбор владельца. Потому что, вот, ну, у меня, например, собака чипирована, я ее из приюта забрал, это обычная дворняга, собака-инвалид с такой тяжелой судьбой. Она у меня, например, чипирована. Ну, а, например, Российская кинологическая федерация, где 6 миллионов собак, они своих собак не чипируют, они им ставят клеймо-то татуировку. Но какая разница? Это же все равно ведет в одну и ту же базу данных. Ну, да, финансовая нагрузка существенно снижает. У владельца должен быть выбор в любом случае. А второй вопрос по поводу регистрации. Если владелец по какой-то причине, вот мы принимаем закон о регистрации, но владелец, бабушка, например, я не знаю, с кошками, не регистрирует кошку. За это вы планируете вводить штраф или как? Я категорический противник штрафов. Это вот вы, журналисты, знаете, у вас такая... Не-не-не-не, просто это вы, депутаты, если что, так сразу штраф. У нас такой, знаете, вопрос из опыта, я бы сказала. Это точно не ко мне. Приведите, в пример, хоть один из моих 80 принятых законов, где я ввел какие-то штрафы. Ну, давайте будем говорить, что штрафы есть за неисполнение законов, поэтому вопрос легитимен. Здесь вопрос в другом. Я считаю, что людей надо не штрафовать, а им условия создавать. Вот когда бабушка будет понимать, что и не в соседнюю деревню ехать, этих кошек регистрировать, а опять деньги тратить и геморрой, по-русски говоря. А она будет понимать, что вот у нее есть территориальное подразделение Россельхознадзора, к ней пришли, значит, всех в базу данных там с планшета внесли, значит, бирки там клеймо или там чипы, пожалуйста, там... Ну, то есть надо, чтобы в каждой деревне было подразделение и был планшет. Нет, подразделение... Вы не передергивайте, я же вам тоже могу сейчас как бы эфир украсить. Значит, если вы не в курсе, будем в таких терминах, значит, говорить, то подразделение Россельхознадзора есть и так в любой территории. Почему? Потому что они давным-давно поставили на учет всех сельскохозяйственных животных, всех свиней, всех коров, всех овец, кур и даже пчел, учитывая сегодня Россельхознадзор. Это если вы не в курсе, если вы к эфиру не готовились. Они все внесены в базу, и ни один фермер не продаст ни мясо, ни молоко, если они не поставлены на учет. Потому что его очень серьезно за это оштрафуют, и тех, кто продает, тоже оштрафуют. Я, Владимир, только могу порадоваться, что у нас все учтено, и все под надзором. Услышьте, пожалуйста, ответ на ваш вопрос. То есть сельскохозяйственных животных, значит, Россельхознадзор уже давно посчитал. Теперь точно так же, в нашем понимании, им надо посчитать всех домашних животных для того, чтобы можно было найти потерявшуюся кошку или собаку, потому что она будет, значит, чипирована, и можно будет отыскать ее владельца и вернуть. Чтобы можно было привлечь к ответственности, значит, хозяина, который на детской площадке собаку бойцовой породы выгуливает, и она загрызла ребенка, а он начал опекиваться и отказываться от своей собаки, завести на него уголовное дело. Чтобы можно было, значит, привлечь к ответственности человека, выбросившего питомца на улицу, и оштрафовать его, как избавившегося от питомца, не передав его в приют. Владимир, скажите, пожалуйста, смотрите, вы говорите о том, что это будет, ну, на выбор, да, это может быть чипом, может быть клеймо. Должен быть. Ну, должен быть. Не будет, а должен быть, да. А у нас будет в таком случае своя какая-то база, да, куда это вносится. Но таких баз несколько уже существует. Вот, я про это же, да, что они как-то будут интегрированы между собой. Да, она должна быть интегрированная, общероссийская база, в том-то и дело, что сейчас этих баз, ну, примерно там, ну, несколько десятков точно. Да, 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 в этом-то и большая проблема, что искать сложно. Они разрушенные, и если там вы москвич, у вас собака чипирована, но в Рязанской области там вы поехали с ней там отдыхать, и она убежала. Вот, я про это, да. Вы там придете, потому что там доступа к этой базе уже не будет. То есть это будет какая-то единая интегрированная система? Это единая база, куда должны войти базы и специальных, потому что там масса служебных собак, и кинологических федераций, потому что я вам привел в пример, что только у Российской кинологической федерации более шести миллионов собак состоит на учете уже. Зачем их учитывать повторно? Это никому не надо. Да, хорошо. У нас буквально сколько, четыре минуточки до перерыва, совсем немного времени, хочется поднять вопрос про зоомагазины. Как, собственно говоря, движется этот вопрос о запрете продажи в зоомагазины? У нас были сложности... Ну, движется очень хорошо. Ну, значит, мы это запретим. Я думаю, что это будет сделано уже осенью. Почему я такой прогноз даю? Потому что мы получили положительный отзыв правительства на это, значит, и внесли, соответственно, в Государственную Думу законопроект. Он комитетом уже направлен в рассылку, то есть осенью он будет рассмотрен. Там очень важно понимать, что там же идет речь об установлении требований к местам продажи. То есть если место продажи соответствует понятным требованиям, то есть выгул, ветеринарная помощь, режим питания, режим дня проветривания, доступ к солнечному свету, социальное общение между животными. Да ладно, пожалуйста, продавайте. Но только это будет уже не птичий рынок и не зоомагазин. Это будет питомник, где, собственно, животные должны сдержаться в нормальных условиях и там продаваться. А вообще всем рекомендую брать из приюта животных. Я забрал и кошку, и собаку. Это самые лучшие в мире друзья. А если вот подумать о следующем, представьте себе, что есть действительно бездомная собака, бездомная какая-то кошечка, и ее приносят в небольшом в городе ветеринарный магазин. Мы, в общем-то, понимаем, что условия ветеринарного магазина, они действительно часто такие непонятные и сложные для животного. Но может быть это лучше, чтобы она была там и ее оттуда забрали. Допустим, ну нет этого питомника. Или ситуация, что в питомнике нет места. Есть такая ситуация? Ее надо нести ни в коем случае не в жоомагазин, где, ну, во-первых, это просто опасно, потому что вы же не знаете, что у этой кошечки. Вы ее подобрали, но она может болеть, в том числе заболеваниями, которые передаются от животного к человеку и являются тяжелыми. А вы ее несете в жоомагазин, где даже ветеринара нет. Это опасно просто. Ну и там ее искалечат еще дополнительно, пока она будет в этом аквариуме сидеть. Ее надо нести в приют, где ее вакцинируют. Ну, приюты сейчас создаются во всех муниципалитетах, во всех муниципальных образованиях. Это закон, это обязанность региональных и местных властей, где ее, по крайней мере, вакцинируют, где ее стерилизуют, что немаловажно, чтобы избежать нежелательного потомства. И дальше будут заниматься ее пристройством. — Владимир Бурматов, спасибо большое. Мы говорили о законе об ответственном обращении с животными. Владимир Бурматов, председатель Комитета Государственной Думы и по экологии и охране окружающей среды. У нас много, по-моему... Кстати, тема вот про зоомагазины вызывает вопросы у слушателей. Ну, например, может быть, лучше все-таки, чтобы это было сделано через зоомагазин, чем за всем, скажем, бросать животное на произвол. И Владимир Бурматов, вот нет времени у нас договорить, но по поводу приютов. У приютов, да, часто просто нет денег. — Ну, собственно, я не думаю, что зоомагазины будут лучшим решением, потому что, ну, наверное, когда эта система заработает в том режиме, в котором она должна заработать, да, ну, это взаимно исключающие какие-то вещи будут. Ну, то есть, в принципе, там нельзя без... И потом не запретили же, пожалуйста, продавайте, просто создайте им соответствующие условия. — Саша, давай смотреть реальности в лицо, как выглядят маленькие зоомагазины в России. — Ну, вот я могу сказать, что, да, возле моего дома есть такой магазин, в котором там клетка 30 на 30, собственно, да, в которой сидят там два котенка, например. Два сидят, потому что они между собой играют, поэтому их там оставляют сидеть вместе. Там один или два щенка, но в зависимости, конечно, еще от наличия, да, там этих животных. Поэтому сказать, что это прям комфортные условия. Представляете, какое количество детей заходит в магазин, вот этот постучать по стеклу? — Саша, Саша, мы притормаживаем. Мне кажется, эта тема не для одного эфира, а для нескольких. Я бы вообще хотела какой-то дискуссии подключить слушателей, в том числе, что они думают и по учету, и как этот учет животных должен выглядеть. Тут, в общем, очень большая тема. — Они все являются владельцами, собственно. Ну что, прощаемся тогда до следующего вторника. — Всего доброго. — Ярослава Рюмин, Александру Пьянову. Я еще раз поздравляю всех работников ветеринарной отрасли с профессиональным днем в России. До следующего вторника. — Спасибо. — До свидания.